В эфире новости Анапа Регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня в выпуске. А уж когда говоришь, что в Анапе есть еще и горы, это вообще выдевает полное удивление. Гром Анапа Трейл. Эксклюзивная подробность от организаторов уникального забега по горным тропам. Вместо того, чтобы делать дороги, ослабли, будем платить за мусор. Кто за чистотой следить будет? Что изменится с приходом регионального оператора, который займется вывозом мусора? Полностью выкладывался на тренировках, кто не о чем беспокоится. Чемпионский титул в копилку анапских спортсменов. Боец Олег Манжуев вернулся в соревновании по панкрациону с победой. Глава Анапы предложил назвать международный аэропорт курорта именем капитана Калинина. Сегодня стало известно, что аэропортам 45 городов нашей страны будут присвоены имена великих россиян. Помимо Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Тюмени и других городов, в их число вошла Анапа. Глава курорта Юрий Поляков прокомментировал, «Среди наших великих соотечественников, имена которых неразрывно связаны с Анапой, могу назвать в первую очередь легендарного капитана, героя Советского Союза Дмитрия Семеновича Калинина. Подвиг десанта, который он возглавлял, стал одной из ярких героических страниц в истории нашего города и нашего края, в начале октября отметившего 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков». Десант, который высадился в ночь на 1 мая 1943 года в районе села Варваровка, столкнулся с многократно превосходящими силами противника и вступил в неравный бой. После продолжительного сражения в живых остался только командир отряда «Калинин». Он уничтожил несколько десятков фашистов огнем из автомата, пистолета, гранатами. Враги окружили капитана, рассчитывая взять его в плен. Тогда он подорвал противотанковые гранаты себя и подбежавших гитлеровцев. Преклоняясь перед мужеством русского офицера, враги похоронили его со всеми воинскими почестями. «Считаю, что имя этого героя Великой Отечественной войны достойно быть увековечено в названии Анапского аэропорта. Это важно для Анапы, который носит высокое звание города воинской славы», считает Юрий Поляков. Свыше трех миллионов человек прибыли в Анапу наземными и воздушными видами транспорта. Авиаперевозчики и работники железной дороги накануне подвели свои итоги высокого сезона. Вот как выглядит ситуация в точных цифрах. С начала года на курорт прибыло 4700 поездов дальнего следования и пригородного сопровождения, пассажирами которых стали свыше двух миллионов человек. Воздушным транспортом на курорт прилетели 1 миллион 300 тысяч человек, которых доставили 11 тысяч самолетов, сообщили в пресс-службе Анапской транспортной полиции. Таким образом, в Анапу прибыло 3 миллиона 300 тысяч туристов. Отметим, что в этом сезоне курорты Краснодарского края, среди которых и Анапа, опередили по популярности Крым и Турцию. Всего Краснодарский край летом посетили 10,5 миллионов туристов, на 5% больше, чем в прошлом году. Самыми востребованными курортами стали Сочи, Анапа и Геленджик. А уже в это воскресенье более полутысячи человек станут участниками забега «Гром Анапа Трейл». Им придется преодолеть дистанции 18, 37 и 55 километров. От Анапы до Абрау-Дюрсо спортсменам откроются виды на самые живописные уголки заповедника, нетронутые человеком горные массивы и бескрайнее Черное море. По словам организаторов, они решили отойти от стереотипов. Анапы считают они не только морской курорт. Когда любому человеку в нашей стране, даже в ближайшем зарубежье, говорят «Анапа», то возникает такой ассоциативный ряд. Анапа – это пляж, и причем, как правило, только песчаный. Когда некоторым людям уточняют, что там еще и галичины у нас есть, они с удивлением где, а уж когда говоришь, что в Анапе есть еще и горы, это вообще вызывает полное удивление. Анапа, горы – вообще несовместимая вещь. И поэтому, когда мы выбирали трассу, тогда идеи даже звучали две. Одна, допустим, сделать трассу вдоль песчаного пляжа до конца, а это 45 километров, само по себе, тоже такое эпическое событие, такой эпический забег, но он довольно скучный был бы, однообразный, скажем так. А вот трасса проложить по горам и показать горную Анапу, если так можно сказать, это была идея, которая носила такой мощный познавательный импульс. Анапа разворачивалась совершенно в той плоскости, которой никто ее не знает. Участок от Анапы до Суко считается самым красивым отрезком трассы. Легкоатлетам придется следовать вдоль обрыва, откуда открывается вид на обушивающие морские волны. А в заповеднике Утриш дорога приобретает более дикие черты. Заросшие тропы, лесные массивы и горный ландшафт добавляют сложности в прохождении. Галечные пляжи Малого Утриша и Лиманы частенько тормозят на трассе туристов, которые с удовольствием делают фотографии. Самые вкусные места – это и виноградники, это и лес, это и горы, это и можжевельник, и пицунская сосна. Огромное количество объектов, которые в обыкновенной нормальной жизни не только россияне, но даже анапчане не встречаются. С каждым годом количество участников растет. Новосибирск, Казахстан, Таллинн, Краснодарский край и даже Япония. Гром Анапа трейл уже стал мировым забегом. Перед состязанием все спортсмены должны зарегистрироваться и пройти медицинское обследование. Помогать легкоатлетам будут порядка 80 волонтеров. Как говорят организаторы, безопасность на первом месте. В подготовке остались финальные штрихи. Наша глава работает больше по технической части. Мы сейчас стараемся учесть те нюансы, которые мы еще не учли. По основным задачам у нас уже все готово, но есть обязательно всякие нюансы, которые делают забег красивым. Какого цвета будет навигация, как ее сделать так. Потому что основной задачей тоже у нас является навигация. Потому что 55 километров надо разметить, и чтобы все пробежали именно тот маршрут, нигде не заблудились. Победители выберут на каждой из трех дистанций. В этом году маршрут претерпел изменения. Городские пейзажи урезали, зато стало больше природных троп. Забег состоится в это воскресенье в 8 утра. Старт будет дан на театральной площади Анапы. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. В Анапе изменятся правила вывоза мусора. С 1 января следующего года вывоз твердых бытовых отходов в Анапе будет регулировать региональный оператор. Им выбрано коммунальное предприятие из Красноармейского района. Новая система уборки мусора вызывает в администрацию города-курорта серьезную озабоченность. Накануне здесь прошло совещание с участием руководителя регионального оператора, где он рассказал о нововведениях главам сельских округов и представителям местных мусороуборочных компаний. «Мы должны вместе найти решение». Эта фраза звучала не раз во время встречи глав округов с региональным оператором. Слишком много вопросов, на которые пока нет ответа, вызывает новая система вывоза мусора. Один из главных – нормы. Сегодня это 2 кубометра в год для жителей квартиры и чуть больше 4 на человека, проживающего в частном доме. «А если что-то больше будет, кто будет за это платить? Вы отработали вступую по циклам, а все остальное на плечи муниципалитета. И мы вместо того, чтобы делать дороги асфальт, будем платить за мусор, который и так успешно вывозился». Результат здесь предсказуемый. Если не убирать сверхнормативный мусор, нужно ждать появления несанкционированных свалок. А вот о масштабах можно только догадываться. Ведь Анапа – прежде всего город-курорт, население которого во время сезона увеличивается кратно. Помимо этого, нельзя скидывать со счетов сельские округа со своей спецификой. «У нас селяне, большинство, причем занимаются малоимущие в основном люди в сельском хозяйстве. То есть при усадебном участке, летний период, сжигать запрещено. Куда будет, в любом случае, бабушка эту траву вынесет, помидоры осенью куда-то нам вытащит, на бочерь. Еще что-то там, на блеску деревка, куда вот это село». «Оставлены бункера, ну, как бы, вот эти 8-кубовые, такие вот большие рудочки, которые вывозятся от нами, значит, мы контролируем их наполнение, куда люди несут вот эти все ветки, эти помидоры». «Пожалуйста, приезжайте, вот как решение, как один из решений вопросов, такой вопрос, безусловно, носит...» «За деньги». «За деньги». «За деньги». Какие там цифры, неизвестно. Это, говорит региональный оператор, внутренняя кухня предприятия. В администрации города ему мягко парируют. «Эта кухня потом ложится на плечи граждан нашего города. Поэтому нас интересует и тарифное дело в том числе. И мы имеем право об этом знать. Там ничего сверхъестественного, ничего-то тайного в тарифном деле не указывается. Там есть четкие позиции, которые должны быть обозначены. Поэтому я конкретно и спрашиваю о технике. Я же это веду к тому, что я хочу знать, какая техника будет ходить на территории нашего муниципального образования, в каком количестве, что зимой, что летом». Ответы на эти вопросы еще предстоит получить. Так что можно с уверенностью предположить, что эта встреча не последняя. Ирина Меркурьева, Сергей Корабельников, Руслан Душевский, Анапа. Регион. В нашем прошлом выпуске «Изменения в налоговом законодательстве» прокомментировал заместитель начальника ФНС России по городу-курорту Анапа. Сегодня Андрей Автенев расскажет о сроках и способах оплаты налога на имущество. Напомню, квитанции с новым исчислением этого сбора уже начали получать жители города. Здравствуйте, Андрей Пименович. Здравствуйте. Я хотела бы спросить о сроках уплаты налога на имущество. Скажите, пожалуйста, до какого числа, какого месяца анапчане должны заплатить ту сумму, которая указана у них в квитанции? Очень важный вопрос. Спасибо, что вы задали. В этом году у нас последний срок уплаты в 1 декабря, навиду того, что он выпадает на выходной день, 3 декабря. Поэтому просим платежи, конечно, не затягивать до крайнего срока, потому что платежки проходят через банк, к нам поступают, вы сами понимаете, не в день в день. И вот хотелось бы, конечно, попросить, но как-то заблаговременно, с учетом всего, оплатить налоги, чтобы мы уже увидели их и, говорится, видели, что человек оплатил. Мы уже говорили о том, что изменился порядок исчисления налога на имущество. Теперь за основу берется кадастровая стоимость, а не инвентаризационная. И скажите, пожалуйста, можно ли оспорить кадастровую стоимость жилья или земли? Да, мы сталкиваемся с такими ситуациями. Мы поясняем платежщику, что в данном случае у нас есть определенные органы. Это кадастровая палата Коснодарского края, филиал, у нас в положенном городе Коснодаре. При наличии каких-то разногласий лицо собственник может туда обратиться. Там есть определенный порядок рассмотрения заявлений. Ну, в дальнейшем случае несогласия с результатами рассмотрения, конечно, любое лицо имеет право обратиться в суд. Если собственник квартиры или дома не получил уведомления об оплате налога на имущество, какие действия он должен предпринять? Дело в том, что не все уведомления направляются посредством почтовой связи. У нас есть такой понятий личный кабинет. Это сервис финальной налоговой службы, к которому любой желающий может подключиться. И, конечно, сейчас определенное количество ампотечников подключились. Поэтому в силу закона, при наличии данного сервиса у него потерьщика, ему уведомления направляются посредством данного сервиса. И он в этом сервисе все спокойнее видит. Ему не нужно ждать получения уведомления. Мы оперативно разберемся, посмотрим информацию. Ну, в случае, если это какие-то технические моменты, либо что-то еще, мы, соответственно, отреагируем и максимально короткий срок ответим. Какие последствия могут наступить из-за несвоевременной оплаты налога на имущество? Наверное, хотели бы сказать так, что мы всегда считаем, что ампотечники наши добросовестные и выполняют все предусмотренные нормы. Но, действительно, налоговый кодекс содержит некоторые нормы, которые направлены на то, чтобы не допустить неуплаты налогов. Что, как это рассматривает налоговый кодекс? В случае, если налогоплательщик имеет объекты, которые подлежат налогообложению и не получает уведомления в оплате налога, при этом он не относится к категории льготников, то есть там, где он понимает, что может представлена стопроцентная льгота, он обязан до 31 декабря представить заявление по установленной форме с приложением про устанавливающие документы. Хочется обратить внимание, что в случае непредставления данного документа предусмотрена определенная штрафная санкция. Это 20% от суммы, подлежащей к уплате. А в случае, если просто плательщик в свое время не уплатил, скажем так, налог, ну, по каким-то причинам, в законе предусмотрена сумма определенной пении за неуплату. Андрей Пиминович, спасибо большое за этот разговор. Всего доброго. Анапский спортсмен вернулся с соревнований по панкратиону с поясом чемпиона. Турнир по смешанным боевым искусствам прошел в Таганроге и собрал более 30 лучших спортсменов со всего Краснодарского края, Дагестана, Ростова-на-Дону и Карачаева-Черкесии. Олег Манжуев увлекся единоборствами еще в третьем классе. На протяжении 8 лет участвовал во множестве бойцовских турниров и отстаивал честь сборной команды Якутска. Помимо спорта увлекается и музыкой. Ему удалось освоить не только гитару, но и исконно русский инструмент балалайку. Однако на первое место Олег все равно ставит боевые искусства. Получилось даже вывести свою формулу успеха. Главное настроиться внутри. Это самая важная составляющая в голове. То есть, как говорится, с холодной головой выйти. И второй момент – я сам перед боем постоянно продумываю каждый момент тренировки. Если я, как говорится, плодотворно, продуктивно это все делал, то есть полностью выкладывался на тренировках, то не о чем беспокоиться. Уже около пяти лет Олег Манжуев живет и тренируется в Анапе. Не так давно борец вернулся в город-курорт с турнира по смешанным боевым искусствам, который прошел в Таганроге. 32 сильнейших спортсмена из Краснодарского края, Карачаево-Черкесии, Дагестана и Ростова-на-Дону боролись за право обладать поясом чемпиона. Олег блестяще проявил себя на ринге и занял почетный титул. Его соперником был мастер спорта из Дагестана Вазир Халибеков. Бой проходил весь все отведенное время. Три раунда по пять минут. Первый раунд был за ним. Я проиграл первый раунд. Он перевел меня в партер и удерживал на канвасе. Второй-третий раунд, так как он подвыдохся, я забрал второй-третий раунд. Выиграл единогласно по очкам. Акцент был на защиту от борьбы. Больше так как он является борцом, мы знали, что он будет с самого начала сразу пытаться перевести в партер. И изначально была сразу же такая заготовка, что пережить первый раунд, именно напор его, потому что физически он был посильнее меня. Вот это чувствовалось. Дать ему вымотаться и второй-третий раунд забрать. Так и получилось. По мнению чемпиона, многочасовые ежедневные тренировки, правильное питание и режим сна – ключ к победе. Сейчас свое мастерство борец оттачивает в легендарном клубе «Кузня». Главная мечта Лего также связана со спортом – попасть в высшую мировую лигу UFC. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-Регион. Завтра с 9 до 13 часов в амбулатории села Цибана-Балка пройдет День здоровья. Жители Приморского округа смогут получить бесплатные консультации терапевта, а также узких специалистов – невролога, эндокринолога, кардиолога, офтальмолога. Также медики проведут измерение рост, вес, артериального давления, экспресс-оценку состояния сердца на кардиовизоре, обследование на смоке-лазере, сделают экспресс-анализ общего холестерина и глюкозы крови, ЭКГ, УЗИ, щитовидные железы. Каждый участник Дня здоровья получит рекомендации по ведению здорового образа жизни, правильному питанию, физической активности. Профилактическое мероприятие пройдет по адресу село Цибана-Балка, улица Садовая, 86. Организаторы напоминают, что при себе необходимо иметь паспорт и страховой медицинский полис. В Анапе возможно усиление ветра. Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает, что сегодня в районе Анапа-Джубга ожидается усиление северо-восточного ветра до 13-18 метров в секунду. Волнение моря с высотой волн до полутора метров. Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности. А далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Специально для муниципальных служащих скидка на абонемент 20%. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Не нарушайте скоростной режим. Берегите свою жизнь и жизнь своих близких. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин